Была ситуация про гадалку, это действительно так, я понимаю, что это выглядит сейчас нелепо, но ситуация была, она абсолютно такая, как она есть в фильме, все это будет отражено, и, собственно говоря, именно я вспомнила то, что говорила когда-то гадалка, она случайно оказалась у Юли дома, в это время я у нее тоже была дома, это было начало 2000-х, вот, мы очень давно общались, я недавно выставляла первую свою фотографию с Юлей, так вот, она датирована 2001-м годом, вот фотография, в кадре сидела я, Юлечка молодая, и совсем, и я молодая, и Ланскую, Дима, это была первая фотография, случайная, закулисная, которую мы сняли в Кремле после концерта, нас сфотографировали, я ее недавно нашла у себя в альбоме, я ее хранила, я ее хранила с тех пор, когда я еще даже с Юлей не работала, а просто вот у меня осталась эта фотография, и я почему-то себе ее сохранила, в те времена, вы же понимаете, не было мобильных телефонов еще таких вот, как сейчас, вот, и, собственно говоря, вот, я ее хранила, да, Человек-невидимка я тоже пересматривала совершенно по-другому, под другим углом, и тоже поняла для себя, что там были некоторые предсказания, это правда, это правда. Я не организовывала никакую встречу с гадалкой у Юли дома, я приехала к Юле, по работе или по каким-то своим делам, не помню, и она мне сказала, слушай, сейчас ко мне приедет такая, во-первых, придет соседка, там была еще одна девочка, ее подружка, придет соседка, до сих пор это очень близкая подружка Юлина, с того момента жизни была девочка, не буду называть ее имя, может быть, она не хочет, и она сказала, что сейчас вот придет эта моя подружка, и приедет необычная женщина к нам, такая необычная, говорит, мне ее порекомендовали, хочу с ней поговорить, я говорю, о чем она, говорит, ой, даже не знаю, наверное, о творчестве, я не хочу разговаривать ни о какой личной жизни, хочу говорить именно о творчестве, вот, может, она что-то мне расскажет, что меня ждет впереди, и когда пришла, как вы говорите, так называемая гадалка, у этой гадалки есть имя, вот, на самом деле, она нам тогда сказала, я осталась, меня Юля попросила просто остаться, с ней побыть, все это послушать, мы втроем были, вот, я, Юля, ее подруга, и приехала гадалка четвертая, и гадалка это Даша, на самом деле, а не гадалка Дарья Миронова, она гадалка, знаешь, так говорить, вот, у нее есть масса других ипостась у Даши, она ей сказала, что у тебя будет такой взлет, ты даже не представляешь себе, где ты окажешься, ты окажешься на вершине Олимпа, ты поедешь в другую страну, ты сама себе не представляешь, тебе очень поможет один очень известный мужчина, он очень тебе поможет, и у тебя будет огромный проект, там, за рубежом. В то время Юля еще была ведущей на субботнем вечере, и мы решили, что ей поможет Басков, но, впоследствии, мы это поняли, оказалось, что помог-то ей вовсе Филипп Киркоров, он ее познакомил с Волтером Афанасьевым. Многое из того, что сказала тогда Даша, не сбылось, совершенно не все сбылось из того, что Даша говорила, и в особенности то, что касается личной жизни, не сбылось. В общем-то, сбылось несколько вещей. Вот ее поездка с рубеж, и, собственно говоря, Даша четко ознаменовала смерть моего отца, он умер ровно тогда, когда она сказала, что это произойдет, и четко ознаменовала дату Юлиной смерти. Это было именно так. И это правда, и я это не скрываю, не стесняюсь об этом говорить.